Друзья, 97% зрителей смотрят новости без подписки, подпишитесь, чтобы не пропустить свежие новости. Немцы приехали в Россию с одним вопросом – вы сможете пустить газ? На родине этот шаг не оценили. О скандале, развернувшемся потом в Германии, рассказала Мария Захарова. «Самая страшная для Запада – ситуация, когда электорат знает правду», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в программе экономического форума. Она обратила внимание, что недавно, например, немцы приехали в Россию с одним единственным вопросом. Журналисты хотели получить ответ в Москве, потому что знали, что дома правды не добьются. Их вот что интересовало – вы, мол, сможете пустить газ немцам? Ну, в хорошем смысле слова. По оставшейся нитке трубопровода «Северный поток». То есть сможем ли мы, если такое решение будет экономически согласовано? Технически это возможно? И сколько на это время не потребуется? Они получили ответ, официальный, несколько недель, подчеркнула дипломат. Однако на родине этот шаг журналистов не оценили. Так, правоохранители в Германии тут же объявили немецкое издание «Компект вне закона». Почему? Как у Оруэлла. «Мир посправды не терпит правды, не терпит реальности, не терпит истины. Они закрывают все, они глушат все, что напоминает им об истинном положении дел». Вот и все, констатировала спикер МИД России. Она также рассказала о вопросе японского журналиста, который прозвучал во время брифинга. Он начал говорить, ну что, как вы там? Надо в таком случае им просто приводить факты. Я сказала, не знаю уж, как вы называете то, что вы с нами делаете, но результат-то обратный. Вы же, Япония, пытались, так сказать, подмеукнуть вашим хозяевам в Вашингтоне и тоже вести в отношении нас ограничения незаконные санкции. Чем закончилось? Хотели разрушить нашу экономику, разрушили свою. А экономика России, даже по данным международных валютно-финансовых институтов, занимает лидирующие позиции в мире. И это с учетом той санкционной, которую развернули страны Запада, подчеркнула Захарова. И опять же, к тем же самым японцам. Ведь им же теперь не видать российского рынка для реализации своего автопрома. Долгие-долгие годы. Я не люблю говорить слова никогда и навсегда. Но все же реально понимают, что пришедшая сюда автомобильная продукция других стран так легко уже не отпустит наш рынок. Поэтому в Японии занимаются самобманом. Европа вновь и вновь наступает на те же грабли, но при этом продолжает утверждать, что США просто гениальные партнеры. И здесь впору задуматься о том, что у них не все нормально с головой, но нет, это такая своеобразная игра в уничтожение собственной экономики. Однако правила начали меняться, причем в худшую сторону. Европа вдруг поняла, что может и вовсе остаться без газа из США. Пока он еще поступает на европейский рынок, но вместе с тем заметна тенденция на увеличение поставок из России. Эксперты проанализировали статистику и пришли к выводу, что показатели закупок российского газа вернулись к тем значениям, которые были раньше. Таким образом, даже до самых непробиваемых европейцев начало доходить, что на дорогущем американском жиженом газе далеко не уедешь. И снова звучат предложения возобновить полномасштабную прокачку трубопроводного топлива из России. В ЕС думали, что если во всем поддержат Штаты, то те обеспечат им золотые горы. Как бы не так, США неблаготворительный фонд и милосердием не занимаются. Долгие годы Европа обеспечивала свое благосостояние за счет ресурсов из России и формировала на этом фундаменте свою промышленность, постоянно увеличивая достаток и развивая индустрию. Но вместо того, чтобы уважать такую щедрость, Евросоюз не прекращал оказывать экономическое давление и ставил барьеры для развития двухсторонних торгово-экономических отношений в разных сферах, которые не касались сырья. Рано или поздно такая кооперация начала бы вызывать много вопросов, ведь ресурсы и сырье – это основные товарные группы, которые Европа приобретала у России, не давая российским компаниям выйти на свой рынок. Естественно, в этом не было заинтересованности, ведь в таком случае продукция европейских производителей потеряла бы свою актуальность и конкурентоспособность. В России уже не осталось наивных специалистов, полагающих, что снабжение Европы ресурсами – это есть главная цель, все, кто так думал, уже лишились возможности оказывать влияние на ключевые отрасли. Даже финансовый контроль со стороны ЕС над российскими банками оказался утерян, за последние годы они упускали из рук один рычаг давления за другим. Но после того, как в Евросоюзе решили указывать России за сколько именно она должна продавать свою нефть и газ, стало понятно, что другим способом получать российское сырье уже не получается, приходится закреплять это законодательно. А ведь раньше достаточно было пообещать пару кредитов по низким процентам, как они добивались желаемого, например, «Газпром» строил им за свой счет объекты в энергетике, налаживал газотранспортные системы. Я, конечно, понимаю, что не все еще осознали серьезность происходящих изменений и по-прежнему думают, что у Европы в наличии имеются козыри, которыми они раньше пользовались, но это далеко не так. Иначе им не пришлось бы заходить так далеко и начинать отбирать российскую собственность и активы – это важный показатель. Да, европейского имущества в России на 1-3 трон долларов и уже начался постепенный процесс отъема в качестве ответных мер, но самый главный ответ – это запрет на заключение договоров с компаниями, которые используют ценовые потолки. Этого больше всего боялись в Европе и рассчитывали, что на такие меры в России никогда не пойдут. После запрета поставок газа странам, которые ввели ценовые ограничения и в Европе постараются принудить Россию не делать этого, пытаясь заставить безоговорочно выполнять все европейские требования и продолжить снабжать их экономику ресурсами по той цене, по которой они укажут. В противном случае европейские компании не смогут получать выгоду в трейдинге, ведь они успешно зарабатывали, делая наценку на российский газ и нефть, перепродавая сырье своим промышленникам и энергетикам втридорога. Им и так уже пришлось увеличить тарифы на газ и электричество на несколько сотен процентов, делая собственное производство нерентабельным, и если российский газ вообще перестанет к ним поступать, то это станет серьезным экономическим ударом. Даже после вступления в силу ответных российских мер в Евросоюзе не перестанут требовать безоговорочного подчинения их юрисдикции, но попытка создать экономическую неопределенность не сработала и все их требования будут проигнорированы. Фактически на Газпром начнут сыпаться претензии о том, что он якобы нарушает договоры и отказывается от своих обязательств по экспорту, хотя в реальности вмешательство ценовыми потолками уже привело к тому, что эти договоры недействительны. Все помнят, как в Европе начали удерживать турбины и возить их по разным ангарам, а потом требовали у Газпрома компенсации за остутствие поставок газа. Юридических оснований требовать безоговорочно выполнять контракты нет абсолютно никаких, это будет лишь бессмысленная трата времени на юристов и заставить Россию отказаться от ответных мер, конечно, не получится. Жозеп Боррель просто не понимает, какую чушь он несет, когда со своей прежней мантры про санкции работают и экономика России порвана в клочья, он вдруг переключился на противоположную мантру «санкции» – это медленный яд. Забавный такой дедушка. То есть он почему-то считает, что у России времени нет, а вот у Европы с Америкой, сколько угодно. То есть Россия сидит на своих ресурсах, кормит себя, обувает, одевает, а чего не хватает, продаст Китай, и они правда думают, что при забеге на длинную дистанцию упустим. Еще буквально 2-3 года назад ходила фраза, и вполне справедливая, кстати, мол, вы не понимаете, у Америки время на исходе, у них буквально последние 3-4 года, чтобы остановить Китай, потом они его уже просто никогда не догонят. Забавные ребята. То есть им надо останавливать Китай, а они в Россию вцепились, Байден, точно гений на все века, вместе со своей Клинтоншей, Блинкеном и прочими вашингтонскими ятребами-неаконами. Давайте посчитаем, Европа лишилась российских ресурсов, Европа будет вынуждена конкурировать с Китаем за ближневосточные ресурсы, причем речь о сегодняшней, обнищавшей Европе, куда уж ей конкурировать. И, наконец, у Европы отобрали ее главный сырьевой придаток – Африка. Спасибо мускулистым ребятам с хорошим музыкальным вкусом. Это реальный итог. Тут прошла без должной оценки шикарная новость. На европейской бирже была зафиксирована отрицательная цена на электроэнергию. Чтобы понять масштаб этой катастрофы, наверное, надо уточнить кое-что про биржу. Фьючерс – это что такое? Это сделка на будущее, через полгода. Допустим, я куплю столько-то гигаватт часов электроэнергии. И как бы, все, ты должен либо продать кому-то другому этот фьючерс, либо исполнить обязательства. И что мы видим? Спекулянт не смог никому продать. Раз, не смог продать даже со скидкой. Два, он не смог даже подарить никому этот фьючерс. Ему пришлось приплачивать, чтобы хоть кто-то снял с него это обязательство купить электроэнергию.